друзья всем привет болезненный массаж как правильно делать массаж чтобы было больно массаж чтобы не было больно каждому человеку по-своему вообще-то правильно делать но есть такие моменты когда человек пришел на массаж первый раз и у меня такие были случаи когда человек приходит у него болит там спина например я ему сделал массаж как нужно сделал среднюю нагрузку проработал классно но забыл предупредить что на утро будет крепатура просто как-то так вот вылетела с головы человек причем тот был медик медицинный работник медицины на утро он мне пишет что-то мне сделал у меня все болит а я же тебе пришел чтобы ничего не болело в итоге ему потом объяснил что это болят мышцы что это как после тренировки физ нагрузку далее крепатура пошла или что он на это сказал он говорит я ходил постоянно на массаже в санатории там у меня не сказал гладили он сказал там они делали массаж так что у меня то что болело проходила от массажа ничего не болело но когда мы сделали три-четыре массажа у меня у него все прошло он сказал что у него прошло все быстрее чем санатории ему стало классно вопрос ты сейчас сказал что про болезненный массаж будешь рассказать рассказываешь о последствиях после массажа я сделал массаж ему не силовой я сделал средние силы и все равно ему было комфортно лежать на массаже но потом до последствия было такое но в данный момент если мы сейчас делаем я могу делать чтобы первый раз например человек я могу делать и должен делать массаж по средней силе чтобы человек не не хотел убежать но если это конечно например оздоровительный массаж или расслабляющий не орал не хотел убежать и при этом не было синяков а почему почему так нужно кто те скажу так нужно но вообще по если взять литературу массажную то там можно найти что массаж должен делаться на таком уровне чтобы короче комфортно чтобы лежать было чтобы не было если клиентка пришла и хочет чтобы было она привыкла к если хочется это индивидуальная особенность ей хочется чтобы было больно а потому что она думает что если больно значит качественно значит результат будет лучше то я стараюсь сделать так как она хочет при этом соответственно не нажимая на те же лимфоузлы и так далее так далее но я ей объясняю что результативность этого не будет супер лучше как-то просто дает психологический настрой но просто если я не сделала так как она хочет она пойдет другому массажисту я потеряю клиента но я должен максимально обезопасить человека чтобы ничего плохого не сделать но при этом сделать но если ты будешь работать в рамках правил ты разве можешь делать что-то человеку плохое даже если будешь делать сильно я делаю и настолько насколько нужно это делать человек как-то у нас про просил делать не сильно и девочка прорабатывает просила внутреннюю поверхность бедра здесь нельзя сильно прям какие-то усилия давать потому что почему и нерв проходит и можно навредить как бы опять же я когда делаю я делаю сильно но я делаю на таком уровне на котором это необходимо по медицинским моментом говорят делать сильнее он делает сильнее или она я тоже делаю но при этом жмёт настолько сильно что здесь нежелательно просто а если я это делаю и не ставлю синяков ну может это раз повезет два минимум что может быть там может просто тут же нерв там можно индивидуальные особенности просто почему нельзя давить на лимфоузлы то же самое можно что надавить не будет плохо зачем это делать если это нельзя массаже на лимфоузлы давить и не нужно сильно сильно не в том что я вот так схвачу силовые элементы более жесткие нельзя применять в этих местах покажи места в которых для боли внутри поверхность бедра сильно банка нельзя прорабатывать а я думал только здесь в лимфатическом узле лимфатический узел нельзя а здесь вот отсюда так как здесь примерно отсюда до сюда мы работаем эту поверхность внутреннюю лучше не трогать особенно если опыта нет не если опыта нет несомненно и чаще всего на курсах и преподают и лучше туда не лезть но если человек осознанно если он понимает если он знает что он делает тем более это проблемная зона у многих девушек из-за того что даже я не воздействую сильно на эту зону она все равно улучшается поэтому смотри а если будет нагрузка распределена вот например ты будешь не пальцами воздействия до целой ладонью нагрузка будет распределена на большую площадь тела можно ли так навредить можно распределять большую площадь брать как раз будет менее больно так и увеличить эти жаления будет силовой классный прием но человеку будет если допустим при этом приеме при гребнеобразной было больно то при ладони больно не будет при этом уменьшается вероятность что-то сделать плохое потому что если мы будем давить точно будет синяк больше площадь увеличиваем синяка не будет так запутано это видео рассказываешь так больно во время массажа нужно или не нужно и еще раз как изначально сказал каждому свое каждому своему то нужно кому то не кому то сейчас у нас девочка лежит у нее больно правда после прошлого массажа она терпит как может просто мотивацию вот но при этом если бы она пришла на антицеллюлитный массаж а мы бы и погладили потёрли все она получит какой-то результат но это будет незначительный результат который она следующий раз не захочет платить деньги за то чтобы ее просто ладно ключевой вопрос может ли массаж быть не болючий но эффективнее чем если быть массаже сделал больно вот так сформулируем массаж будет эффективный и тот и тот кто такой сказал а если человеку больно его зажимается если человеку пришла от века она говорит я хочу сильно я хочу чтобы больно было и сильно а я сделаю как нужно она не почувствует той нагрузки она может подготовлена мы сейчас не говорим что-то хочет она или чего-то она не хочет она пришла легла и есть два массажиста ты и твой напарник твой напарник делает жестко и больно а ты делаешь интенсивно сильно но не больно вопрос у кого будет больше результата или будет результат одинаковый все будет зависеть от если одному и тому же человеку делать и так и так да одному и тому же но результат будет там и там неправильно сказать что будет там лучше или там хуже почему неправильно жмет сильнее а другой слабее я убежден нет они давят с одинаковым отяжелением в 10 килограмм просто один пальцы и вгоняет вплоть а второй распределяет наружку по всей ладони мое мнение что больно делать надо вот неужели потому что человек будет испытывать дискомфорт зажиматься а это не нужно нам оно не поможет от того что человек зажмется и нам нужно мышцу расслабить а ее не спазм ввести поэтому наконец-то мы разобрались значит делаем массаж сильно глубоко и не больно не нужно пальцем давить надо делать делать больно не надо не надо не сильно чтобы мы его проработали простимулировали да может быть болезненность человека если он воспален но по-другому не бывает в этом месте значит болючий массаж не должен быть единственное если какая-то есть сильная проблема и мы пытаемся за минимальное количество сеансов дать человеку максимальное количество результативности и он готов терпеть некие дискомфорты да тогда может быть силовой но не болючий но если есть время например не 10 массажа сделать а 20 при больших проблемах там сильные спазмы сильные эти то лучше увеличить количество сеансов не увеличивая болевающие хорошо ладно разобрались и кому интересно переходите на мой канал будет ссылка в закрепленном комментарии либо в подсказках всплывающие на видео и подписывайтесь ставьте лайк подписывайтесь пока 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 пока